Она развалилась полностью, блять, и пришла в негодность электронной сигареты, блять. Всё, пришла и полная, и большая пизда. У меня iJust 2. Этот электронный испаритель настолько сильно пришёл в негодность, что... Слышите вы, пидоры, блять, из iJust'а. Хочу вам немножечко предъявить, блять, с какого хуя вы вообще делаете такую... Извините за выражение и прямоту, она здесь уместна, хуйню. Это не продукт, это гермище. И гермище такое, что такого ещё гермища, как iJust 2, нужно ещё и поискать, блять. Я знал, что это говно дешёвое. Брал его за 2000 рублей, но чтобы это дешёвое говно было настолько дешёвым говном, я его знал только о послед 4 месяца. Сейчас я поведаю, что случилось, блять, с iJust'ом. Причём использовал я его, блять, обычно. Нихуя я с ним не делал. Плохого такого, видите, я в английской пижаме, охуенная фирма. Да, я люблю всё качественное. Когда брал я iJust 2, я знал, что это... Да, я знал, что это качественная вещь. Качественно собрана из хороших материалов. Есть намного хуже электронные сигареты. Всё-таки это элиф. Элайф, элиф, элиаф. Дерьмо. Для умников, которые сейчас будут мне петь в комментариях, что Дурецков, ты взял подъёбу. Ребят, я брал не подъёбу. Даже провеял по куду. Нет, ребят, это не подъёба. На сайте код есть, бля, можно проверить. Подъёба никакой нет. Сейчас охуеет, что случилось с iJust'ом, охуеет. Мне нечего, блять, парить. Я люблю выпускать дым. Нулёвку. Курю нулёвку. Вот такую вот взял штучку. Бля, бля, трясётся. Тут можно даже поиграть. Видите, сделали. Наебанута. Приятная очень коробочка. Мелк. Молочная. Запах у неё вообще киздец. Такой, что можно продать не родину, а вообще земной шар за этот запах. Я бы таким запахом душился бы. Все тёлки нюхали бы молоко и тянулись ко мне. Кексы домашние, медовые. Видите, какое, блядь, дерьмище получилось. Дупло. Вот это вот дупло настолько раздроченное, настолько раздолбленное, что в него можно засунуть... Влезет. Да. Невозможно нажимать. Кнопки пизда. Жму, жму, давлю. Она, блядь, столько залипла. И пиздец. Мало того, кнопки пизда. Как они вообще выпускают аджастые продукцию, блядь. Кнопки, которых хватает, блядь, на 4 месяца. Но я не могу, блядь, вынуть, чтобы заменить кнопку. Хотя менять её большой геморрой. Потому что я, мало того, сорвал резьбу. Потому что здесь... Здесь... Сталь. А вот здесь, ебаный, по-моему, латунь. Типа латуни. И резьба сорвалась. Всё, пизда. Кнопка залипла. Резьба сорвалась. Невозможно кнопку поменять, потому что надо вот так вот расшатывать и вынимать вот эту латунную, блядь, шайбу. И не вынешь. Я ещё её больше раздолбил. Потому что я сверло сюда вставлял и хотел, блядь. Вот так вот ничего не выходит. Кнопка не поменять. Что мне делать? Пытался с жопой вот здесь, вот с жопой даже менять. Пассатижами раздолбить, блядь, и вынуть. Ничего не выходит, блядь. Только здесь всё нахуй расхватывал, блядь. Теперь я попал и залетел, потому что, блядь, езда резьба. Что же делать? Кнопка туда впала. Она постоянно работает. Чтобы парить, я держу вот это двумя руками. Вот так вот. И пытаюсь, блядь, нащупать, найти контакт, одновременно поддавливая, блядь, кнопку. Каким-то образом ничего не выходит. И вот так вот я работаю. Вот так вот как-то, блядь. Блядь, это такая жестянка. Сука. Неудобно держать двумя руками. Вот так вот постоянно надо работать, блядь. Контакт не нащупаешь. Блядь, что кнопку не поменяешь. Резьба сорвана, сука. Уебанские элифы. Новый год обращается. Ну а стрим будет, блядь. Именно 31 числа в 2 часа дня. 31-го в 2 часа дня. Может быть, это меня тянет от расстройства. Ебаный элиф. Ни с одной электронной сигаретой. По этой причине не хочу больше связываться. Я потратил деньги и погорел на этом. А ты подписывайся и смотри клип. Он будет 31-го числа на моем на этом канале. В 8 утра клип музыкальный. Называться он будет Ледина. Праздник к нам приходит. Новый год на носу.